Круговая аргументация Эта ошибка заключается в том, что для доказательства тезиса используются аргументы, истинность которых можно доказать, только предположив истинность самого тезиса. Примером круговой аргументации может служить такой диалог. Всевышний ежедневно разговаривает с нашим раввином. Откуда ты знаешь? Равин сказал. А он не обманывает? Ну, разве может обманывать человек, с которым каждый день Всевышний разговаривает? Порочный круг в аргументации является характерной чертой методов датирования осадочных пород в современной эволюционной геологии. Уже сами по себе эти методы базируются на двух недоказанных чисто умозрительных предпосылках. Первое заключается в том, что чередование слоев с характерными для каждого ископаемыми окаменелостями это вовсе не последовательность уничтоженных потопом одна за другой экосистем от наиболее глубоководных донных морских до наиболее мобильных сукопутных, как считалось, столетиями. Очередование эволюционного развития земной биосферы. Другая же предпосылка исходит из предположения о том, сколько миллионов лет мог бы занять этот гипотетический эволюционный процесс. Так, геологическая колонна чудесным образом превратилась в геохронологическую колонну, где каждому геологическому периоду поставлено соответствие свое руководящее ископаемое или индекс. К примеру, породом, впервые описанным в Уэльсе, древнеримское название этого региона, Кембрия, и содержащим окаменелости трилобитов, это такой вымерший класс сложных морских членистоногих, Этим породам был присвоен возраст 485-541 миллион лет. После этого любая порода, в которой находят окаменелость трилобита, автоматически объявляется кембрийской, независимо от ее структуры, твердости, цвета или даже местоположения. В результате, поскольку вся концепция держится исключительно на беспочвенных умозаключениях, любой палеонтолог с уверенностью заявляет, трилобиты существовали порядка полумиллиарда лет тому назад. Это доказывается тем, что мы обнаруживаем их в кембрийских горных породах. С другой стороны, геолог будет не менее безапелляционен. Кембрийские осадочные породы отложились порядка полумиллиарда лет тому назад, и это доказывается тем, что мы находим в них трилобитов. Как утверждает авторитетный научный журнал, породы действительно датируют по окаменелостям, но окаменелости датируют по породам более точно. Похоже, что если продолжать ходить по этому замкнутому логическому кругу, точность датирования будет повышаться с каждым последующим оборотом. Нередко, впрочем, мы и сами попадаем в ловушку круговой аргументации, пытаясь переубедить своих оппонентов. Нужно верить Библии. Почему? Потому что Библия – это Слово Божье. С чего ты это взял? Так написано в Библии. А почему я должен верить тому, что написано в Библии? Потому что Библия – это Слово Божье. Под добрыми построениями мы можем долго уговаривать самих себя, но вдумчивого собеседника такое рассуждение вряд ли убедит. Мы доказываем лишь то, что сами же взяли за исходную предпосылку. Слава Богу, Он не оставил нас без внешних подтверждений истинности Писания. К которым относятся свидетельства философии, науки, истории, археологии, этики, исполнившихся пророчеств, текстуального единства Библии и прочее. Достоверность Библии как надежного источника информации, которую мы можем подвергнуть проверке, свидетельствует о ее божественном происхождении. Впрочем, это уже область непосредственной апологетики, где логика перестает быть предметом изучения и становится эффективным рабочим инструментом. Редактор субтитров А.Семкин